Привет, друзья мои! Мы с вами в примерочной магазина Саймонс. Большой-большой универмаг с очень разными вещами, красивыми и не очень. В общем, короче, я вам показывала в прошлое видео. Здесь очень маленькие примерочные. Я прям с трудом в ней помещаюсь, но очень красивые. Посмотрите, какая стенка классная. Это обои, интересно, да. Прикольно. И здесь вот два зеркала. Я помню, что в прошлый раз я тоже пыталась себя снимать, чтобы было видно, чтобы издали. И здесь такая, знаете, комната кривых зеркал. Очень маленькая примерочная. И два каких-то зеркала, которые как-то между собой по таким странным углом находятся, что очень трудно снимать, чтобы это не выглядело странно. Так, ну давайте будем делать примерки. Я такого разного принесла. Знаете, строгое такое. Потом вот с распродажи. Цветное, весеннее распродажа. И вот такое вот розовое платье. Девочки, я сошла с ума, называется. Первое платье ностальгическое. Почему ностальгическое, я вам сейчас расскажу. Какого-то показывать, рассказывать. Кстати, по-моему, это смолт. Но оно очень большое, такое платье-порошок. Посмотрите, какая в нем ткань. В далеком 1985 году, примерно тогда, у меня было две нарядные вещи. Плузка и юбка. Обе куплены в магазине в Минске. Это называлось Ивушка. Почему-то в других городах бывшего Советского Союза этот магазин назывался Березка. Так получилось, что мой папа где-то добыл какие-то эти вот, как они назывались, боны, купоны. Я уже не помню. Сертификаты. В общем, какие-то вот эти вот валютные деньги, которые можно было отовариваться в этих магазинах. Что-то он кому-то там сделал какое-то одолжение, услугу. И кто-то ему, значит, подарил вот эти вот штуки. И мы пошли и купили мне бархатную бордовую юбку и блузку вот из такой точно ткани. Она была тоже розовая и тоже вот такая вот. Вот с такими вот висюльками бахромой. Какой-то вот такой бахрома, сделанная рисунком. Все это было итальянское. Это было невиданной красоты, невиданной вообще в наших советско-союзовских магазинах качества, красоты. И, в общем, я носила эту юбку с этой блузкой везде, везде, когда мне надо было что-то на выход. В общем, я долго рассказываю. Пока вот вам покажу так в полный рост. Короче, эта блузка и эта юбка у меня было, это было две вещи, которые я носила всегда везде и везде и всюду. И много-много-много лет. Вот, кому-то отдала, наверное, где они сейчас, не знаю. Ну, короче, в общем, прямо это платье, это точно такая же ткань, как была вот эта вот блузка. Тогда это было для меня что-то невероятное. Я не представляла, как вообще можно сделать такую ткань. Вообще, как это возможно? Ну, в общем, вот такой платьице-парашют. У него раз, два, три. Раз, два, три волана. Хорошенькая. Ну, конечно, синтетика. 70 долларов она стоит. Вот такой, немножко, ну, прям такая розовая очень. Я как бы люблю розовый цвет, но с чем-то его смешать. А вот так вот прямо. Но красиво. Прогаю себе заснять в этом зеркале, прижавшись к тому, чтобы было, может быть, лучше понятно. Но это, конечно, странная картинка. Вон я сзади. Ужас какой-то, какая-то иллюзия. Так, 69 долларов она стоит. Ну, симпатичная такая платьица, аккуратненькая, с подкладкой. Пришитая. Вот такая вот. Такая вот по гремушкам. Так, следующий образ строгий. Но мне надо было взять юбку размер побольше. Я взяла восьмой, мне надо было десятой. Мне очень нравится такая юбка, вот прямо очень, особенно с этими моими сапогами. Я люблю вот этот цвет и вот такой фасон люблю. Единственное, что надо было, конечно, размерчик побольше. И женщинам с крупным бюстом, вот такие вот. Я хотела, знаете, чтобы вот контрастный был черный, такого же вот молочный свитер. Я его нашла. Но он, как бы немножко, понимаете, получается высокая талия и грудь. И прямо вот нету промежутка. У меня есть еще рубашка. Я сейчас померю вместе с этой юбкой. Посмотрю, может быть, это выглядит лучше. Но если бы был немножко больше размер, она бы, юбка, спустилась пониже и было бы больше расстояния. А то у меня прямо получается сиськи-живот, талия, сиськи-талия-живот. Ой, смех и грех. Но юбка красивая, нравится. Элегантная такая, с карманами. Маловато только, трошки. А так классная юбка. Вы знаете, мне так понравилась эта блузка. Она на сейле сейчас. Она недорогая. Посмотрите, какой у меня красивый рисунок. Показываю вам вместо блузки свой телефон. В общем, так плохо видно. Я потом ее повешу на вешалку и сниму вам, как она красивая. И вообще вот с этой юбкой, кстати, неплохо. Я должна сказать, что это неплохо. Это лучше, чем вот эта вот воптегон. Вот полосатая кофточка с такой юбкой. Вот такая вот рубашка с напуском. Она очень-очень интересная. У нее такая интересная сделана, как по-интересному планка. Класс! Мне нравится эта блузка. И юбка нравится. Но юбка дороговата еще. А блузочка как раз на распродаже. А юбочку такую светленькую мы найдем к ней, правда же? Вот так симпатично получается. Симпатично очень даже. Я еще могу свои висюльки выпустить. Которые, наверное, слишком длинные. Неплохо. Смотрите, как хорошо с моим жакетом. Или мне кажется, что хорошо? Мне кажется, что неплохо. Потому что в жакете есть зеленый и такой белый. И юбка такая светлая, белая, почти молочная. И в этой блузке есть что-то такое зеленовато. Мне кажется, что очень неплохо смотрится. Как вы думаете? Вы простите, девочки, что я вас вот так вот вертикально снимаю. Очень маленькая примерочная, не могу отойти. Просто некуда отойти, чтобы показать себя нормально, полный рост в горизонтальном формате. Симпатичный. Вот может вот так чуть-чуть лучше видно. Здесь эта иллюзия, когда я прижимаюсь к этому зеркалу, получается как будто бы я... Как будто бы у меня две. Значит, юбка стоит 90-89 долларов. Дороговато. И она так неплохо сделана. Все в ней хорошо. Подкладочка сделана. Видите, так пришита подкладка. Хорошо, хорошее качество. Ткань здесь леоцелл, синтетика. И, ну, в общем, из натурального в основном леоцелл. И вот такая вот... Кстати, юбка тоже немножко ностальгическая. Я помню эти фасоны из моей молодости. Вот такие вот. Высокая талия. Вот здесь такие защиты, пояс. Честное слово. Уже это было. Уже было и не раз. Значит, вот эта штука. Это рук. Размер медиум. Это компания Вера Мода. Я даже не знала, что у них здесь она продается. Стоит она на селе сейчас 35, а стоила 50. Вы знаете, это очень дорого. У нас в наших Ти-Ди Максах Вера Мода продается просто за копейки. Там такой светорок будет стоить 2,15. А здесь вот так вот они ее оценили. Ну, ничего, такой симпатичный базовый светорок. И вот такая блузка. Вот такой как бренд. Не знаю. Ну, вот это их Саймоновский. Размер Ларч Телла 60. Сейчас стоит 30. Синтетика. Ну, посмотрите, какой интересный рисунок. Мне так нравится. И вот такая вот планочка сделана. Застежка скрытая. Здесь такие публички красивые. На манжетах тоже. Очень симпатичная. За 30 долларов. Мне прямо... Она такая необычная. Оригинальный рисунок. Я не очень люблю эти блузы. У меня есть, но я их мало ношу. Но вот это мне прям как-то нравится очень. Именно оригинальностью расцветки. И он такой не яркий, приглушенный, но при этом такой интересный. Лошадки, лошадки. Что-то такое старинное в этом чувствуется. Очень красивая расцветка платья. Но само платье мне не очень нравится. Это из дорогих. Я взяла размер ларч. И она немножко великовата, хотя не сильно. Вот здесь, вот этот рукав, я не люблю. Вот такой рукав и вот такое плечо. Оно как-то меня съедает. Вот такое оно длинное. Красивая расцветка. Разрезы по бокам, карманчики. Хороший фасон, в принципе. Но вот... Или оно слишком большое мне, или вот этот вот размер... Фасон, вернее, вот этот. Как-то мне на мнение очень хорошо выглядит. Слишком низкая пройма. Мне кажется, что это не дело в размере, а дело в фасоне. Очень низкая пройма. Мне кажется, что это не очень красиво. На мне, во всяком случае. Делает из меня такую сисястую тетку. Кое я являюсь на самом деле. Ну, как бы, зачем подчеркивать то, что... Когда можно это не подчеркивать. Ну, так ничего, конечно. Но оно, тем более, довольно дорогое. Но я все равно бы не стала его покупать. Вы знаете, я... Мой принцип. Я покупаю только с распродаж. Зачем покупать за полную цену, когда можно купить в два раза дешевле, а потом на распродаж. А если не будет этого платья, будет другой. Правда? Так, вот такой бренд. Париж. Главное, написано. Везде написано Париж, Париж. Но сделано в Китае, конечно же. Это стопроцентная вискоза. И оно дорогое. Представляете, 185 долларов стоит. Ну, вискоза, конечно, это хорошо. Но, знаете ли... Ну, знаете, такие цены, как Масима Дути, вот, примерно. Масима Дути за вискозу, вот, платье, вот, будет стоить, там, 170, 160, 180, 200, вот, как-то там. Так что... Такое мято. Ну, красивая расцветка, карманчики. Мне нравится только мне вот этот вот фасон. Не мое. Но очень весеннее такое розово-зеленое. У меня вообще сегодня все розово-зеленое, как ни странно. Это платье мне очень нравится, как вы поняли уже. Мой любимый цвет, мой любимый фасон. Оно даже, в принципе, длинное. Ну, как бы... Обычно такие платья, они короткие. А это вот, хорошая такая длина. Оно так интересно сделано. Вот здесь оно сверху отрезное. И вот такой вот вшитый рукав. Вот как-то так. Оно на селе, оно довольно дешево. По-моему, 30 долларов сейчас стоит. Наконец-то я смогла вытащить все мои бусы. И они к этому платью очень подходят. Мне оно реально нравится за цвет. Зеленый, я не могу пройти мимо. Я бы сказала, что он даже немножко длинный. Если бы оно было чуть-чуть покороче, вот чуть-чуть такое, знаете, выше колено. Вот такое. Не, не такое. Вот такое. Нет, сейчас, сейчас. Чуть-чуть вот такое. Было бы даже лучше. Может, я его подкорочу? А может, и не будет. А может, пояс просто надену сверху? Сейчас вы будете меня ругать. И так оно уйдет в талию и немножко станет короче. Просто классно. Мне очень нравится вот эта вот деталь. Отрезная вот здесь кокетка. Я сейчас вам сниму и покажу его. На вешалке будет понятнее. На расцветку вообще обалденно. Не могла я не помериться с моим жакетом. Такое все черно-зеленое. Зелено-черное, черно-зеленое. Немножко не совсем тот зеленый, как на жакете. Но, в принципе, по-моему, ничего. Вы представляете, оно тоже стопроцентная вискоза. Вот так вот. Я думала, синтетика. А нет. И стоит оно сейчас 29,95. А сколько стоило? Я не знаю. Заклеенная этикетка. Значит, 38 размер. Я не знаю, как это по-нашему. Американский, видите, 10-й. Европейский, 38-й. Вот такая вот, так называется, инвэр. Так называется компания. Копенгаген. Ну, знаем мы этот Копенгаген, конечно. Но, видимо, компания, да, действительно из Копенгагена. Интересный рукав. Посмотрите, как интересно сделан рукав. И вот это то, что я вам говорила. Оно как-то здесь вот так отрезано. И сзади у него... А сзади тоже, видите, оно отрезано. И вот такой вот рукав сширенную. И здесь две пуговички. Я не очень люблю вот эту застежку. Замудохаешься, пока ее застегнешь. Но здесь вот эти вот петли сделаны из резинки. Поэтому их легче застегивать. С козом, девочки. Красивая. Красивая расцветка, красивое платье. Ну, что ж, девушки. Вот такие у нас сегодня с вами были примерки. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. И вот показала вам неплохие кое-какие вещицы. И вы видели съемку в этом магазине. Наверное, можно было найти еще что-то. Но как бы я не стараюсь не перегружать вас слишком большими длинными примерками. Чтобы никто не уставал от этого. Все, люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Тита. Пока-пока-бай. Двидимся в следующем видео.